Нурсултан Назарбаев предложил создать в Астане музей мира и согласия, а также учредить специальную премию. В столице Казахстана завершил свою работу пятый съезд лидеров мировых и традиционных религий. Его главным итогом, как и ожидалось, стало принятие Астанинской декларации. Духовенство поддержало идеи президента Казахстана и выступило за мирное разрешение конфликтов, прекращение войн и отмену санкционных баталий. Два дня за работой съезда сидел и наш корреспондент Артем Истомин. Представители духовенства сегодня снова обсуждают глобальные вопросы, волнующие все человечество, в числе самых актуальных – экстремизм и терроризм. К дискуссиям лидеров мировых и традиционных религий сегодня присоединился и король Иордании Абдулла II. Если для нас ИГИЛ – это что-то далекое и непонятное, то в Иордании сегодня стараются принять все возможные меры, чтобы оградить себя от всевозможных псевдорелигиозных течений. «Мы сегодня столкнулись с отщепенцами нашей религии, которые открыто призывают к сектанству и насилию. Это решительно осуждается исламом. В мире полтора миллиарда мусульман, и эти мятежники тоже называют себя таковыми. Но мы-то знаем, что они – это яд. Нужно принимать меры, ведь капля яда, как известно, способна отравить целый колодец». Переходить от слов к делу – общее мнение всех участников Пятого съезда. О борьбе с терроризмом сегодня говорят все, кому не лень, однако практические меры предпринимают только единицы. Не случайна и тема астанинской встречи – диалог между религией и властью. «Мы все свидетели беспрецедентного переходного периода. Конфликты переходят все возможные границы. Человечество нуждается в новой инновационной роли. Я убежден, что миру надо многому научиться у Казахстана, в особенности тому, как здесь сумели наладить диалог между представителями свыше 100 различных национальностей и религиозных конфессий». Итогом двух дней проведения съезда стала Астанинская декларация. Она включает в себя 16 пунктов, в том числе инициативы, озвученные Нурсултаном Назарбаевым. Напомню, президент призвал остановить все военные конфликты, прекратить обмен санкциями, перестать использовать СМИ для разжигания межконфессиональной розни, объединить усилия для решения проблем нищеты, голода, эпидемии и безработицы. «Сделан еще один шаг навстречу друг другу – понимание исключительной важности мира, согласия между религиями, народами и государствами. Два дня из казахстанской столицы Астаны на разных языках и в разных традициях возобновилась по сути одна общая молитва о мире, согласии, справедливости, всепрощении и любви к ближнему. Я благодарен всем служителям разных религий за то, что в своих обращениях к Богу вы просили процветания и счастья нашему Казахстану. Большое спасибо». Нурсултан Назарбаев, подводя итоги Пятого съезда, предложил создать в Астане музей мира и согласия, в котором будет проводиться большая научная и исследовательская работа. Также по инициативе главы государства будет учреждена специальная премия и почетный знак за вклад в развитие и укрепление мира и согласия. «Два дня работы Пятого съезда лидеров мировых традиционных религий становятся историей. Они, безусловно, обогатили мир надеждой избежать самых худших сценариев развития мира, верой, мудрости, ответственности человечества. Тем самым мы посылаем сигнал тем горячим точкам и тем отчепенцам, как назвал король Иордании, которые от имени религии выступают, нанеся большой ущерб согласию миру и нашим религиям». Ярким завершением съезда лидеров мировых и традиционных религий стала церемония закрытия. Участники встречи выпустили в небо над астаной белых голубей. А голубь, как известно, это птица, символизирующая чистоту и мир. Так может быть, к следующей встрече духовных лидеров, которая запланирована через три года в Астане, наш мир хоть немного, но изменится в лучшую сторону. Артем Истоменко, Натабильдин, Хасен Умаркулов и Алмаз Омаргалеев при поддержке телерадиокомплекса президента из Астаны.